Здравствуйте подписчики моего канала и просто любители Кар Таро. 21 декабря в день солнцестояния зимнего вечера можно будет наблюдать великое соединение Юпитера и Сатурна. Люди получат шанс кардинально изменить свою жизнь. Можно смело загадывать любые желания, так как это зеркальная дата 1 и 2, то есть лидерство и гармония, а в сумме тройка движения вперед, даст возможность выйти из любого застоя материальных каких-то сложностей и трудностей. И чем точнее вы пропишите желание или заклинание, тем точнее оно сбудется. Мы сегодня будем смотреть расклад на эту тему. Роковая дата 21 декабря. О чем предупреждают старые пророчества. Я достала две колоды карт. Если будут какие-то, скажем так, спорные вопросы, мы откроем вторую колоду, которая дает какие-то ключи, да, потому что у всех людей ситуации бывают разные. И от личных проблем до материальных проблем, да, бывают иногда очень сложные ситуации. Поэтому мы попробуем рассмотреть с двумя колодами карт. Итак, о чем вас предупреждают старые пророчества? На самом деле в эту дату, как бы там, знаете, как на три дня открывается небо, и в Египте собираются все магические какие-то там кланы, да, которые будут делать какие-то ритуалы и якобы будут менять жизнь. То есть от этого будет зависеть выбор высших сил. На самом деле высшие силы все давно уже предусмотрели, все уже давно рассчитали, да. И вот это вот то, что мы можем что-то выбрать для себя вот в эту дату, это маловероятно, если они даже открываются для того, чтобы пообщаться с людьми. А я вам расскажу, выйдут ли они на контакт, да, потому что ко мне регулярно выходит и в Египет летать не надо. Вот, я расскажу какие-то тогда новости, что они, например, будут сообщать уже в этот период времени. Потому что мне даже вот само интересно это посмотреть. Итак, смотрите, вот у вас тематика, тематика ваша – это дом любви, да. Это гармоничный брак, это гармоничные отношения. И даже если вы сейчас в отношениях сдержаны, не общаетесь, не конфликтуете, у вас стоит выбор. На самом деле около вас крутится мужчина, который увидел в вас вторую половинку. И он может вам говорить о любви, петь песни, дифферамбы, но ничего для вас не делать. Вот для вас самое главное в отношениях – это мужские поступки мужчины, да. Может быть, вот в этот период времени как раз мужчина что-то поймёт, что для такой ресурсной женщины, как вы, нужны другие доказательства. На самом деле, смотрите, мужчина здесь проходит определённые уроки. Вы с ним что-то спорите, доказываете, конфликтуете отношения у вас в социальных сетях, да. Мужчина одержим, как бы, выводить вас на общение. Он даже специально манипулирует вами, чтобы вы как-то выходили из себя и давали ему ядовитые эмоции, да. То есть такой мазохист у вас попался. Ваша задача – быть спокойной, апеллировать фактами, быстро действовать. И вот, смотрите, открываются звёзды, которые говорят вам о том, что отстраняйтесь, уходите в сторону, начинайте читать, медитировать, там, слушать какие-нибудь релаксы, мантры, всё что угодно, да. То есть постарайтесь не давать ему эмоций, не кормите его своей энергетикой. Так, смотрим дальше. У вас ситуация в любви очень зависла, ну, очень. Это такие сумасшедшие качели. Мужчина яркий, харизматичный, его безумно любят женщины, ему никто никогда не отказывал. Он встретил настоящую любовь в первый раз. Что с ней делать, он не понимает, да. Он висит, думает, анализирует, сравнивает с предыдущими какими-то общениями, не понимает, как вас, скажем так, заполучить и захватить. У вас тут будут сложности и трудности, потому что, знаете, мужчина хочет всё и сразу, и на халяву, да, как это обычно бывает. Высшие силы здесь подключены все. Все пытаются до него достучаться. И нагибает его постоянно, заставляет вновь и вновь выходить в общение. Сейчас у него, знаете, начинается такой момент, что он хочет перемирия, он пытается вас завоёвывать, да. Он пытается показать свою страсть, эмоции, чувства, а вы уже ничего не хотите. Вы уже устали от этих отношений, да. И здесь вот начинается треугольник, то есть должен у вас кто-то появиться в третий ваших отношениях, чтобы мужчина начал думать, начал понимать, что он может упустить свою судьбу. Он должен как бы, да, оценить вот эту всю ситуацию с позиции того, что есть более крутой соперник, чем он. Вы достаточно сильная личность, у вас было много отношений, вы закалённая. Вы знаете, если мужчина не вкладывает в храм любви, значит, не должно быть обратной реакции. И он, знаете, он около вас пляшет с бубном и пытается до вас достучаться своими словами о любви, своими какими-то позитивными методами, а вы уже такая непробиваемая скала. Сидит он в иллюзиях, фантазиях, надеется вернуть былые отношения, надеется получить результат, пытается всеми способами манипулировать. Но здесь идёт разрушение всех манипуляций. Так, вы сейчас перевели эти отношения на коммерческий уровень, да? То есть хочешь встречи – плати. Хочешь, чтобы прилетело – плати. Хочешь быть со мною – плати. То есть вы как бы вот это вот всё разрушили, любовь-морковь. Вот, вы сейчас сидите оба такой трансформации, вы уже чисто снежная королева, до вас не достучаться, да? И его давление на вас, они не действуют. Вообще одинаковые столкнулись два таких типа практически, да? Стереотипа, характера, которые никто никому не уступает. Прямо здесь, знаете, такая холодная борьба идёт. Так, огромный шанс в этих отношениях построить ресурсный брак. Здесь будет сумасшедшая страсть. То есть сейчас как раз высшие силы будут этого партнёра чётко гнуть к тому, что он должен оплачивать. Он будет получать удар за ударом. У него, знаете, уже будет состояние, нестояние. Ему будет настолько тяжело дышать, спать и находиться без вас, что он будет постоянно на связи. Он будет пытаться хотя бы словечко от вас услышать. Вообще-то в натуре человек одиночка. Император Самодур, имея большие средства, копейки вам не пришлёт. Но очень хочет союза. И очень хочет тотально контролировать ваши отношения. Всё время прибедняется, плачется, что нет у него финансов. Но вы для него самая такая красотка. И он видит в вас свою вторую половинку. И хочет, чтобы вы его поняли, оценили, помогли, подсказали. То есть он всё время, знаете, как маленький ребёнок выпрашивает помощи. То есть не сам её оказывает, а у вас выпрашивает. Будет сидеть в слезах и разочарованиях. Захочет он победы. Но не будет ничего делать, потому что не понимает, что делать. Есть у него воспоминания, когда он знал, чем, допустим, вас разозлить и получить свои эмоции. То есть можно было какое-то слово сказать, и вы вскипали, начинали эмоции. Но вы в этих отношениях доросли до императрицы. Теперь вас это всё не затрагивает. Вы сейчас такая интриганка воносие. Одели себе корону на голову и погоняйте им. Страсть разгорается нешуточная. Он выжидает и опять наступает. То есть отступает, думает и опять. И будет он так двигаться в вашу сторону, пока не придёт к семье. И смотрите, здесь сколько он будет энергии тратить для того, чтобы дать вам финансовое благополучие, для того, чтобы получить взаимную любовь. Он не может отступиться, потому что ему эта любовь прилетела. И он видит вас, самую лучшую женщину. И чем холоднее вы к нему, тем больше он злится, психует и бесится. Так, это у нас такая ситуация на данном этапе. О чём же предупреждают старые пророчества вас? Так, смотрите. Здесь желание проявить силу, власть, мощь завоевать. То есть не отступиться. То есть человек не отступится. Это его тут заставляет инстинкт. Вы его чем дальше посылаете, тем больше привлекаете. То есть таких женщин он не встречал. Даже если вы будете трёхэтажным матом посылать, ещё больше будете привлекать. Так, смотрите. Здесь у него ложные ценности, он должен их перебороть. То есть если у него стоит в ценностях финансы, то он должен понять, что здесь не финансы. То есть что-то нужно другое. Он настолько о себе высокого мнения, что он должен упасть со своего трона именно из-за любви к вам. То есть вы должны поставить его на колени. Сейчас может быть такой ступор, который мешает вам двигаться. То есть вы уже не хотите двигаться, а он не знает, как двигаться. Хочет он взамен получить ядовитые эмоции. Чтобы его не кормить, надо его держать в жёстком игноре. Так, смотрите. Здесь конфликт интересов. То есть вы тянете одеяло, каждый сам на себя. И чтобы вот этим не заниматься, просто не надо с ним переписываться. Вы ничего ему не докажете. Он, в конце концов, знаете, поймёт, что не получится ничего. То есть это может быть, конечно, такой бы номер три месяца и полгода, пока человек не осознает, что он без вас просто не может дышать. А здесь не должно быть сострадания к нему, как бы он не плакался. То есть ему надо пройти трансформацию. Эта трансформация должна как раз у него идти вот в этот период времени. Здесь, смотрите, здесь он очень любит критиковать вас, и вы ему не уступаете. И он, кстати, вот и питается вот этой вот энергетикой. Чем больше вы его оскорбляете, критикуйте, тем ему круче. Ключ к вам, наконец-таки. Смотрите, баланс равновесия. Старайтесь не перешагивать. То есть старайтесь не пожалеть, не дать денег, не посочувствовать. То есть не надо, потому что он не пожалеет абсолютно вас. И вытянет с вас всё, имея там миллионы, тысячи, миллиарды, неважно. Здесь такой идёт момент, что здесь очень много заблуждений. То есть он может вас вводить в заблуждение, может обманывать. Может, кстати, не только он, может сейчас информация любая, какая поступает, даже на ТВ, на Ютубе, может точно так же, да, возводить людей в заблуждении. То есть это вот период, когда начинается вот эта вот дата, да. Нужно заткнуть уши, практически ничего не слушать, да. То есть выходить на канал с высшими силами и просто давать информацию, что вы хотите лично для себя, лично для своей семьи. Ну, лучше лично для себя. Так, вы идёте правильным путём. То есть вы идёте тем путём, который нужен, да. То есть любите себя любимую во всех ситуациях. Будет глобальное разрушение всего, как в личных отношениях, любые стереотипы в мире, в обществе. Будет ощущение, что весь мир сошёл с ума, да. То есть абстрагируйтесь. То есть если сложно воспринимать информацию, что живёте не в том мире, в котором вообще родились и выросли, абстрагируйтесь. Да, всё встанет на место буквально в ближайшие 2-3 года. Так, а здесь даётся ключ, смотрите, активация энергии. С чем это связано, активация энергии? Если у вас, у самих, нехватка энергии, есть, знаете, хорошая практика дыхания Будда. Попробуйте, найдите в интернете и покачайте энергию, чтобы восстановиться. Потому что если у человека нет энергии, у него нет желания ни к чему двигаться. А сейчас концентрация энергии должна быть такая огромная, чтобы сдвинуть любые свои мысли, желания, материализовать их. Да, то есть как бы лёжа умирая, посылая какой-то посыл высшим силам, если нет энергии, он даже не долетит. Так, смотрите, ваш партнёр, у него будет энергетическое падение, когда он поймёт, что он не получает желаемого. То есть вы ему не будете давать ту энергию, которую активируете в себе. То есть не будете сливать, не будете кормить энергетических вампиров. И вот несмотря на то, что он тиран самодур и хочет получить своё желаемое, ваша задача не давать. Он будет очень много думать, да. То есть он поймёт, что он не может вами манипулировать абсолютно. То есть у него будут такие ассоциации сложные, тяжёлые. Что вы вот такая вот императрица, которая, знаете, любого за пояс заткнёт. И, кстати, сейчас это не только в личных отношениях. А сейчас, судя по моим наблюдениям, везде такая идёт агрессия, да, что старайтесь, ну, знаете, как на Руси, почему ругаются всем матом, да. Это вот как бы отрезание энергетических отрицательных посылов к себе, да. То есть старайтесь как бы держать вот такую вот оборону, чтобы вас не объедали вашу энергию где-то в обществе. И здесь, смотрите, здесь ключ финансовой стабильности. То есть на самом деле, как только партнёр начнёт в вас вкладываться, сразу у вас наладится отношение. Вам надо вот этот вот перегиб дождаться, да, переломный момент, когда он будет завывать, когда ему будет не хватать, когда он поймёт, что его деньги не приносят ему счастья, что, знаете, поделись с любимой женщиной, и она тебе даст больше, да. То есть вот он к этому должен прийти, а для этого вам надо прямо закрыться в отношениях. И ещё, смотрите, те люди, которые, к примеру, дружат с миллионерами, если у вас есть знакомый миллионер, там, три знакомых миллионера, вы будете четвёртым. Если дружить с тремя людьми, которые неудачники, у них нет денег, вы будете четвёртым, да. То есть поэтому нужно выбирать окружение, надо не бояться выкидывать окружение, которое вам не нужно, и идти в новое окружение, да. Вот это вот как раз начинается всё с 21 декабря, и здесь от вас будет зависеть, насколько вы хотите подняться по уровню, или вам удобно в своём болоте, например, плакать, как вы плохо живёте, да. То есть плохо живёте, это значит, вы так хотите жить, потому что всё в мире, что происходит лично вокруг вас, это ваши мысли. То есть о чём вы думаете, то и происходит. Если вы, например, боитесь двигаться вперёд, зарабатывать деньги только потому, что сложно, трудно или ответственность, вы не будете никогда богатым человеком. Богатый человек, он ничего не боится. Ему интересно всё новое, какие-то интересные вещи. Вот посмотрите сейчас, есть такие подростки, которые умудряются придумать какую-то инновацию, её продать за миллиарды долларов, да. То есть в мир технологий, в мир интернета можно, не выходя из дома, зарабатывать большие деньги, но надо этого не бояться. Поэтому составляйте свои желания и свои заклинания правильно. У вас есть три дня, 21-го, 22-го, 23-го, да, и переход на 24-го. Ну, три дня, потому что с 21-го это будет вечер. Три дня, и вот за эти три дня старайтесь своё заклинание, свои желания чётко прописано озвучивать наверх. Старайтесь смотреть сны, потому что вот у меня клиенты, которые никогда не видели сны, они, когда сидят в каких-то наших магических отработках, они начинают видеть своё прошлое, где они пытаются что-то исправить, настоящее, будущее, да, и сами удивляются, что это бывает так ярко, интересно, да. То есть ваше подсознание начинает активизироваться, начинает вам подсказывать и начинает вас куда-то вытаскивать. Поэтому три дня используйте по максимуму, да, перед открытием портала тёмных сил. У вас есть реально три дня для изменений лично вашей жизни, не судьбы жизни, да, потому что судьба прописана, но можно вектор жизни всё-таки повернуть. Вот кому интересен такой расклад, доказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.